Вы это решелье называете? Решелье называется. То есть это не... Вот говорят, что строчка, да? Не строчка, да? Но это вроде как не строчка. Ага, слушайте, это замечательно, да, удивительно. Она вот там наверх, вот эти занавесочки, это ручная работа, а это вот на машинке вышивали. Как она? У меня мама вот тоже так сделала. Сначала, значит, на машинке вот... Вот это ручная. Вот это ручная. Она более такая тонкая. И вырезается вот эти рисунки. Это очень интересно, и даже вот само, как вот делают. Ну, у меня мама тоже делала в своё время, да, да. Ну, видать, так уж это... Им нечего было купить или не на что было купить. Ну, красиво. И они всё это оформляли, конечно. А здесь вот тут убедено. Это я вижу сейчас. А здесь вот у нас русская изба. Сейчас, конечно, тут у нас такой завал небольшой, потому что у нас был вчера мероприятие, мы всё вынесли в свящённый 23 февраля. Вот. Я сейчас не трюсу. Ну, а здесь вот всё, что собрали в нашем районе. По деревням там заброшено, допустим. Кто-то приносил, давал вот всё. То есть всё, что смогли, мы вот собрали. Сейчас, если даже вот эти виты, этот мой прадед купил на Пистяковской ярмарке. Вот это давно. Прадед? Прадед, да. Венский стол называется. Это вообще даже, это даже не венский, это какой-то плетёный. Венский-то вот он, вот. А, ну да. Венский. Вот это тоже не венский. Да. Венский полностью гнутый. Вот, и мы всё собираем. Старинные ботинки тоже. Видите, какие даже подошли деревянные. Деревянные? О, да, слушайте, какой прекрасный. Это, наверное, уже был ботинок с каблуком.